Сегодня была насыщенная программа по исламским финансам. Несколько тем так или иначе связаны с этим. Первое, что хочу ответить, сессия по цифровым финансовым активам во многом затрагивала аспекты исламского финансирования, в частности, возможности одновременного развития и докрутки законодательства в этих сферах и, собственно говоря, ЦФА, что они могут привнести для реализации рынка исламского финансирования. Интересный пример был приведен руководителям Московской биржи в части того, что муниципалитеты могут выпускать СУКУК, доходы от которых будут направляться в проекты, связанные с развитием экологичного транспорта, и, соответственно, люди, пользователи этого транспорта, платя за них, эти доходы, части доходов будут перенаправляться инвесторам в эти СУКУК. То есть один из примеров. Вопросы регулирования партнерского финансирования до сих пор остаются нерешенными в части налогов. Есть определенные ограничения в части применения материнского капитала для исламских финансовых организаций, хотя уже сам тот факт того, что это внесено в законопроект, это позитивное развитие, но пока эта сфера возможна к применению только для кредитных организаций. И, собственно говоря, возникает вопрос, который поднимали спикеры уважаемые, представители, в том числе регулятора, о том, что, собственно говоря, чего мы боимся, каких рисков. Ну и здесь от себя тоже могу добавить, действительно, получатели данного рода поддержки – это потребители, и то, что мы ограничиваем механизм, канал, через который потребитель получает поддержку в виде льготной ипотеки, только кредитными организациями, фактически в чем риск, если это будет осуществляться другими участниками рынка партнерского финансирования. То есть тезис Симоновского, здесь хочу его озвучить, то, что мы в данном случае перестраховываемся, и насколько это правильно на этапе эксперимента. То есть, грубо говоря, и волков боятся, и в лес не ходить. Давайте все-таки мы и волков будем бояться, опасаться, но в лес ходить будем, иначе зачем эксперимент. Как всегда, Казан Саммит – площадка для встречи наших экспертов. Многие смогли приехать, и это радует. Мы встречались отдельно уже после мероприятий форума. Важные аспекты в плане развития и рынка обсудили, и самой ассоциации, и повышение квалификации членов. Одно из предложений, которое сейчас было в том числе и озвучено в ходе сессии, это реализация пилотов по применению принципов исламского финансирования на базе региональных корпораций развития, которые есть во всех, естественно, регионах, в том числе регионах участников законопроекта. Почему бы им, в первую очередь, как тем организациям, которые работают непосредственно с малым и средним бизнесом, не помогать им развиваться, не финансировать их и не поддерживать их по принципам исламского финансирования? По сути, на наш взгляд, этому ничто не препятствует, и мы предложили, соответственно, такое делать при поддержке, при участии РАИФ на базе региональных площадок. На самом деле, за последнюю неделю, начиная с питерского форума, заканчивая рабочей группой в ЦБ, и сегодня на саммите уже неоднократно председателем комитета по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Максаком озвучила, что в июне в рамках еще весенней сессии планируется принятие этого законопроекта. Поэтому так, чтобы, как и запланировано, с июля, с 1 июля эксперимент запустился. Но я думаю, что раз уже неоднократно это звучало и на различных публичных площадках, и на всех этих практически дискуссиях представителей регулятора были, и других федеральных органов власти, я думаю, что это вполне реализуемо. Вопрос в том, что, скорее всего, какие-то моменты придется докручивать уже на этапе эксперимента. Например, тот же налоговый вопрос, другие аспекты. Ну, это работы нам еще хватает. Присутствовали все ключевые регионы, участники эксперимента. К сожалению, ввиду того, что многие сессии проходили параллельно, сложно оценить степень участия. Но в любом случае и главы республик были, и их региональные органы власти, представители их были, участвовали, задавали вопросы, участвовали в обсуждениях. То есть каких-то знаковых предложений, может быть, опыта и так далее здесь озвучено не было. Наверное, это все-таки вопрос других площадок и других регионов. Но, естественно, в рамках презентации инвестиционных возможностей эти регионы звучали. В плане достижений в области халяля индустрии также эти регионы звучали. Но оценить все довольно сложно, потому что нельзя объять все то, что было параллельно. До 10 площадок в одно и то же время проходит. Поэтому, надеюсь, кто-то из участников, слушателей, следил, смотрел и сможет поделиться, может быть, в комментариях.